Скульптурная композиция Мацеста – самый известный и узнаваемый символ города. Архитектором Сердюковым она была гармонично вмонтирована в горный склон. Автор – сочинский скульптор Гуслива. Композиция была открыта в 1967 году. С тех пор этот памятник радует горожан и курортников. В апреле произошло долгожданное для многих горожан событие приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Мацеста признана объектом культурного наследия регионального значения. Все, кто пришли на субботник, об этой новости уже знали. Я считаю, что значимый сегодня момент в истории города, и не только. Признали наш памятник. Охраняться будет законом, государством. Спасибо большому тем людям, которые этим вопросом занимались. Очень важный вопрос. Поэтому я утречком сварила борщ. И быстренько к вам. Инициатором субботника выступил депутат ЗСК Виктор Тепляков. Молодогвардейцы «Единой России» и волонтеры серебряного возраста поддержали данную инициативу. Над этим памятником мы тоже обязательно возьмем шефство и будем следить. И эта акция не разовая. Она будет проходить в течение каждого года и не один раз. Здесь обычно любят фотографироваться гости Сочи. А сегодня фотосессию организовали и сами волонтеры серебряного возраста. Чтобы оставить на память трудовые моменты волонтерской деятельности. Да и погода способствовала хорошему настроению и желанию навести порядок на территории скульптурной композиции. Нет удачи. Мы лучше здесь поможем. А в Адлере на улице Кирпичная рядом с домом номер 2 жители тоже проявили инициативу и обратились за помощью в городскую администрацию. Потому что собственными силами кронировать опасные деревья было невозможно. Они конечно же организовались и мужской рабочей силой, помогла администрация техникой. Кубанин Энерго предоставила вышку, ФСК предоставила также инвентарь и совместными усилиями наводится порядок. И конечно это очень замечательно и мы призываем всех так инициативно участвовать в благоустройстве нашего района. На субботник вышли жители комплекса «Триумф». Необходимость была по уборке данной территории, потому что мы здесь живем, ну сами за собой иногда должны уборочку делать. И по спилу деревьев, потому что они были аварийные, были присоединены падения этих деревьев на автомашины, ну не дай бог на людей бы попали. Вот мы собрались и поработали. Подобные субботники в этот день прошли во многих районах Сочи. Горожан уже не нужно упрашивать выходить с лопатами и вениками. Они сами хотят жить в чистоте и следить за порядком в своих дворах. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.